Дождались, почему рухнувшую водонапорную башню в Андроново не ремонтировали годами и сколько людям оставаться без воды. За своем многодетные семьи Барнаула сегодня вышли на пикет. Каким может быть решение проблемы? Социальный лифт. Как будущих управленцев готовят к современным задачам? В Андроново Тюменцевского района рухнула водонапорная башня. Единственный подобный коммунальный объект в поселке. Без воды осталось несколько сотен человек. Жители Андроново жаловались в редакцию на отсутствие воды по несколько раз в год. У башни оторвало бак. Виноваты не порывы ветра. В последние дни в поселке было тихо. Причина в состоянии коммунального объекта. Причем его ветхость сюрпризом не была ни для местных властей, ни для самих жителей Андроново. По нескольку раз за год из-за аварии люди оставались без воды. Сегодня у нас снова ЧП. У нас снова нет воды. Так как упала наша водонапорная башня. Несмотря на то, что мы были включены в программу «Ста скважин» в 2017 году. О ветхом состоянии водонапорной башни мы рассказывали не раз. Проблемы с водоснабжением обещали решить еще к июлю 2017 года. В рамках краевой программы «Ремонт Стас скважин». Но работы сразу затянулись. В итоге новую скважину пробурили только осенью 2017-го. Воду не нашли, на том, говорят жители, и бросили. В 2018-м, после обращения людей в антимонопольную службу и СМИ, рабочие просто протянули шланг из новой скважины к старой башне, которая сейчас и рухнула. Сама башня капитального ремонта так и не дождалась, хотя в договоре речь шла как раз о серьезной реконструкции. После происшествия местные власти придумали, как, с учетом всего, заставить систему работать. Вход башни запущен. Идет подача напрямую из системы. И оно так и будет работать? Или, например, до лета, а потом будет какой-то ремонт? Нет, так и будет работать. И действительно, через несколько дней будет установлено оборудование, которое управляет насосом. Между тем, местные жители позже сообщили, что вода в дом так и не пришла. Нет ее и в социальных объектах, школе и детском саду, пожаловались нам. Последний, говорят люди, сегодня вообще был закрыт. Следим за ситуацией. Анастасия Дороган, Наши новости. Ледоход на Аби может начаться уже 7 апреля. Об этом сообщили специалисты Краевого метеоцентра. Вода заметно пребывает за сутки. Ее уровень в районе Барнаула поднялся более чем на 20 сантиметров. У берегов появились так называемые закраины, говорящие о подвижках льда. Как сообщает региональный МЧС, активное таяние и приток воды наблюдается по всему бассейну Верхней Аби. Еще активнее вода пребывает в реках Алле и Черыш. Там подъем достигает 60-80 сантиметров в сутки. Тревожные сигналы уже начинают поступать из разных районов края. Накануне потоком талых вод размыло участок дороги близ поселка Октябрьский Аллейского района. Сегодня жители села Усть-Белое Краснощоковского сообщили о том, что поднятый течением лед перекрыл дорогу и угрожает подвесному мосту. Ситуация находится на контроле местной администрации и регионального МЧС. В ближайшие дни с ростом дневных температур процесс может усилиться. Усугубить ситуацию могут и дожди, которые пройдут по всему краю. Спасатели предупреждают, что ледяные заторы не исключены на реке Чумыш у Заринска, на аллее Урубцовска и в ряде других мест. Многодетные семьи, которые несколько лет не могут добиться положенных по закону земельных участков, сегодня вышли на пикет. Каким могло бы быть решение проблемы, по мнению многодетных родителей, расскажет Ирина Корчагина. Зачем повышать рождаемость, если нам негде жить? Этот вопрос участники пикета адресуют сегодня властям. Многотысячная очередь на земельные участки растет с каждым годом, как и градус напряжения многодетных мам. На акцию протеста пришло всего 15 человек, хотя только в Барнауле в очередь на земельный участок стоят более 4,5 тысяч семей. За два года только 21 семья получила заветный участок. При этом нам рассказали, что нередко люди заезжают на свои участки дикарями. На территории нет ни света, ни воды, кругом поле. Мы живем в Первомайском районе, то есть в Бобровке, а предлагают участки зацаплено, то есть там поле, там ничего, никаких коммуникаций абсолютно нет. Но многие семьи довольны и этому, ведь они вынуждены брать жилье в ипотеку, другие снимать квартиру или ютиться с родителями. В администрации города заверили, что в ближайшие несколько месяцев участки выделят еще пяти семьям из Барнаула. Остальные ждите, земли нет. Пикетирующие в свою очередь предлагают внести поправки в закон. Очень многие девочки отписываются с других городов, что да, в действительности, если не выдаются земельные участки, им выдается денежная компенсация за земельные участки. Петицию от многодетных семей сегодня направили правоохранителям и губернатору края Виктору Томенко. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости. Больше 9 миллионов рублей долг Иткульского спиртзавода перед своими сотрудниками с конца февраля. 367 работников предприятия не получают зарплату. Прокуратура сообщает, что ранее им удалось добиться от завода выплаты почти 6,5 миллионов рублей долга. Директор спиртзавода привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства. Предполагается, что за дальнейшую невыплату зарплат прокуратура может отстранить должностное лицо от руководящего поста на срок от одного до трех лет. В СМИ уже давно стали появляться сообщения о предбанкротном состоянии Иткульского спиртзавода, хотя руководство предприятия эту информацию отрицает. Полная перенастройка производства нужна и всему региону. Только так можно повысить производительность труда в Алтайском крае, который остается одной из самых низких в России. Об этом сегодня заявил министр экономического развития Павел Детятев на встрече с журналистами. Сельское хозяйство, обрабатывающее промышленность, строительство, производительность труда в Алтайском крае хромает во многих сферах. У нас она на четверть, а то и в половину ниже, чем в других регионах страны, отметил министр экономики. Сделать нашу продукцию конкурентоспособной поможет участие региона в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который уже стартовал. Сейчас в нем участвуют свыше 20 крупных предприятий края. В рамках нацпроекта им окажут поддержку. Научат, как сэкономить, оптимизировать рабочий процесс, в том числе за счет переобучения персонала. Кроме того, предпринимателям окажут финансовую поддержку. Кредит всего под 1% годовых, который можно потратить на модернизацию производства. Займы в данном случае предоставляет Федеральный фонд развития промышленности. То есть это не кредитная организация, а финансовая организация. Любое предприятие, которое вошло в число участников проекта, вправе обратиться за займом его получить. По прогнозам экспертов, благодаря участию в национальном проекте за 5 лет производительность труда в Алтайском крае должна вырасти на 5%. И в помощь молодое поколение лучшие представители будущих управленцев страны сегодня в Барнауле. Они проходят первый полуфинал одного из самых престижных студенческих конкурсов менеджеров «Управляй». Провели его в Алтайском филиале Академии народного хозяйства и госслужбы. И выбор этот не случайен. Большинство полуфиналистов – его студенты. О чем думают будущие управленцы и как вычисляют их эффективность, выяснила Анастасия Драган. У нас производится очень мало наездки. Он придет через квартал. Сложные термины, планы продаж, подвернутые рукава, большая игра в большое производство. Это теория, симулятивная программа на компьютере для отбора управленцев нового поколения. Деятельность современного и чиновника, и менеджера в организации – это участие в проектах, которые постоянно меняются. Постоянно меняются задачи, постоянно меняются установки на эти проекты. Будущих управленцев тоже тестируют на перемены. Сегодня за день полуфиналисты Сибири пройдут производственный год своей фирмы. Оценивать их будут по множеству факторов. Цена продукта, имидж нашей компании, какие у нас поставщики, сколько мы продукта производим, в какие страны. То есть у нас есть три рынка сбыта. Это интернет, это Россия и это европейский ЕАЭС. И если компьютер просчитывает экономическую эффективность, гипотетическая компания – эксперты оценивают работу команды. Дается где-то час, я понял, на вот это все. Не больше пяти минут для обсуждения каких-то спорных вопросов должно уходить. Ребята уже затянули, да? Нет, они все успевают, они молодцы. Особый критерий – лидерство среди лидеров. Его эксперты отмечают сразу. Все остальные взгляды в основном обращены к нему. То есть при подсчете каких-то цифр или при принятии каких-то решений, и видно, что каждый занят своим делом. Каждого участника профильтруют через десяток различных оценок. Причем вердикт может повлиять не только на прохождение в конкурсе. По словам организаторов, был случай, когда студент подделал возраст для участия и в свои 17 лет получил на конкурсе достаточные навыки для работы. Работа будет ждать студента или только стажировка, но социальный лифт, который строят организаторы конкурса, будет запущен. Кстати, за два года в Кубке по менеджменту «Управляй» поучаствовало 16,5 тысяч человек. Анастасия Дороган, Андрей Фечоркин. Наши новости. А герои нашего следующего сюжета уже стали победителями, посвятив себя любимому делу. 3,5 миллиарда рублей потратят на новый животноводческий комплекс в Стальминском районе. Он начнет работать через два года. Об этом у нас люди животноводов заявил губернатор Виктор Томенко. Сегодня чествовали лучших. На их поддержку выделили 17 миллионов рублей, рассказывает Дарья Эйдемиллер. В деревне вырос, родился и вырос. В городе мне не нравится. Алексей Дворников всю жизнь прожил в деревне. В первые 18 лет в Ребрихе, а после аграрного университета стал работать в Бурановском сельскохозяйственном кооперативе. Главным ветврачом. Он в ответе за здоровье 3000 голов скота и за качество каждой капли молока, которое они дают. Животные, они более отзывчивые, чем люди. И на доброту всегда отвечают взаимностью. Если свой труд в нее вложишь, они обязательно отдадут свою отдачу. В Алтайском крае 550 хозяйств. За год они производят более миллиона тонн молока. В перспективе наращивать продуктивность, а еще увеличивать поголовье и модернизировать производство. Ставку делают на крупный проект. Новый животноводческий комплекс на 6000 коров в Тальменском районе. Ожидаем, что уже в 2020 году будет завезена первая партия скота, а в 2021 году проект выйдет на запланированную мощность. Общий объем инвестиций оценивается на сегодня, по крайней мере, в 3,5 миллиарда рублей. Лучшим животноводам края вручили почетные грамоты, премии, медали за заслуги в труде и за верность профессии. Валентину Федосенко отмечают в числе лучших уже не впервые, ведь она служит своему делу 38 лет. Интересная работа. С ничего жизнь давать. Это интересно. Будешь трудиться, будет все. Не будешь трудиться, ничего не будет. Как говорят, под лежачий камень вода не потечет. Не течет, но отдыхать надо. 260 лучших животноводов теперь поедут отдыхать в санаторий. Всего денежные премии сегодня получили 300 работников молочного производства, в их числе и ветеринар Алексей Дворников. Дарья Демиллер, Николай Шелко. Наши новости. Новый автомобиль, квартира, дача или путешествие. Весна, время, исполнение желаний. Осуществить мечты жители края могут с легкостью. В этом им поможет кредит на крупную сумму на выгодных условиях. Что покупают в начале весны? По данным банкам, особым спросом пользуются крупные покупки. Именно за кредитами на них регулярно обращаются жители нашего города. Чаще всего кредиты оформляют на ремонт, бытовую технику, новую электронику. Уже есть обращения от тех, кто планирует отпуск. Люди подыскают варианты для отдыха заранее. Впрочем, банк одобряет желание получить все и сразу. Именно для таких клиентов он предлагает специальный продукт. Если планы на весну глобальные, то с нашим банком Восточный клиент может оформить до 1 миллиона рублей с наличными с фиксированной процентной ставкой 9,9% годовых. При этом мы стараемся сделать процесс оформления максимально оперативно и комфортно. Большим начинанием большие суммы. Если вы хотите получить от этой весны все, то именно сейчас есть шанс воспользоваться предложениями от Банка Восточный. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Черника Форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В предгорных районах возможен дождь. Белокурихи до плюс 15. В Бийске, Олейске и Рубцовске около 10 тепла. В Барнауле без осадков ночью около 0. Днем 8 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин